Девушки отдыхают Дровас Релви должен мне тысячу септимов. По крайней мере был должен, пока не устроился благодаря тебе к этому волшебнику. Теперь до него не дотянуться. Выходит, это твоя вина, что он не может заплатить мне. Так что, похоже, придется заплатить тебе. Девушки отдыхают Надоело бегать. Я слабаков сразу вижу. Теперь давай, плати. Валяй, убивай, тварь. Только если ты меня пришьешь, награду назначат за твою голову, а не за мою. Зайдем в дом. Или в пещеру. Хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого. Я работаю на Магрула. Если какие проблемы, обратись к нему. Что это было? Помогите, кто-нибудь! Тут кто-нибудь есть? Так и есть. Кто там? Да, мы у самой границы. Но законы тут есть. Похоже, вопрос решать придется тебе. Дровас Релви должен мне тысячу септимов. По крайней мере был должен, пока не устроился благодаря тебе к этому волшебнику. Теперь до него не дотянуться. Выходит, это твоя вина, что он не может заплатить мне. Так что, похоже, придется заплатить тебе. Ну да. Это звучит неплохо. Половина. Да, этого хватит. Нужно. Продолжение следует. Мудрость Азуры... Унела-то дурака не поваляешь, умеет найти мне занятия. И чай. Трижды проклятый чай. Кажется, я никогда не научусь его готовить. Угу. Продолжение следует... Как я могу вообще работать, когда часть моей башни взяла и завяла? Ах, вот как. Минуточку, я извлеку твои воспоминания и посмотрю, удалось ли тебе найти что-нибудь полезное. Обещаю, что все не связанные с исследованием воспоминания, которые я извлеку попутно, останутся строго между нами. Ну вот, ты заслуживаешь награды. Это было долгое путешествие, надо полагать. Слишком много совпадений. Определенно, за всеми моими последними неприятностями кто-то стоит. Слишком много совпадений. Да, у меня есть враги. В Моровинде таких просто легионы. Впрочем, в данном случае у меня есть причины полагать, что это кто-то с Солстейма. Пока нет. Это можно сделать и позже. Сначала надо выяснить, кто за этим стоит. Я зачаровал это кольцо, чтобы найти причину нападения. Вот, возьми его. Сейчас починю. Просто надень его. Когда ты подойдешь достаточно близко к источнику проблем, он засветится. Я зачаровал кольцо с помощью пепла, оставшегося после недавнего нападения порождений. Оно способно проследить магическую связь с их призывателем. Связь очень слабая, так что надо быть не более, чем в ста футах от источника. На нити, соединяющей душу, завязаны три узелка. Один для сердца, один для души и один для тела. Узел придает связи силу. Возможно, это и есть то, что я ищу. Но что понимать под помощью? Ты хочешь поучаствовать в эксперименте в качестве подопытного? Оу, не думай. Ничего особенно опасного. Хочу образовать дополнительную спектральную связь твоей жизни с эдрическим царством. Ты это будешь ощущать, как вспышку энергии. Сможешь сражаться дольше, возникнет прилив сил, ну, всякое такое. По крайней мере, я так думаю. Скорее всего. Почти наверняка. Но точно, конечно, сказать нельзя. Стой спокойно. Я в первый раз читаю это заклинание. И отвлекать меня не стоит. Ты ничего не почувствуешь. А если почувствуешь, постарайся не орать слишком громко. У меня такой чувствительный слух. Отправляйся. Если будут какие-нибудь побочные эффекты, возвращайся и сразу же расскажи мне. Не теряй это кольцо. Его непросто было сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, извини. Ничего. Нет, извини. Будешь знать. Субтитры сделал DimaTorzok Где мой управитель? Где эта ленивица? Барона! Стоп, она же мертва. Дровас! Я уже давно знал, что сердечные камни способны оживлять пепел. Но это должно быть совсем близко. Где именно был этот сердечный камень? Илдари? Тогда я сам виноват. Она была моей ученицей до Талмаса. Вызвалась участвовать в одном из моих экспериментов с сердечными камнями. Очень досадно было, что она умерла. Что? Это невозможно. Стой. Может быть, на самом деле она не умерла? Сердечный камень мог держать ее на грани между жизнью и смертью. Возможно ли это? Может ли быть, что Илдари еще жива и рвется отомстить мне? Погоди минутку. Я проведу более точное гадание. Я взываю к силам солнца, лун и звезд. Илдари сротрил, явись! Она жива. Ищи ее в вершинной бажне. Итак, Илдари все-таки жива. Она думала, что сможет спрятаться от меня. Но нет. Она засела в вершинной башне. Иди и вырви этот трижды проклятый сердечный камень из ее груди. И почему ты всегда о деньгах? Да-да, я найду что-нибудь, чтобы с тобой расплатиться. А теперь ступай. Потом непременно расскажешь захватывающие истории о том, как умирала Илдари. Продолжение следует... Меня всегда учили избегать таких развалин. Кажется, теперь я понимаю, почему. А, это ты. А, это ты. Ничего хорошего. Мы всего-то немного углубились, как что-то разбудило Драугров. Глазом моргнуть не успел, как все шахтеры мертвы. А я на очереди. Не думаю, что кто-то еще смог выбраться живым. Вот что бывает, когда пожалеешь денег. Ну, либо ты самолично разберешься с Драуграми, либо можешь считать, что наше маленькое предприятие рассыпалось в прах. Может, и так все рассыплется. Прежде чем эти твари вылезли, мы уткнулись в тупик. Правда, мы могли что-то упустить. Не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Ух ты, впечатляет. Я рада, что ты со мной. Ух ты, впечатляет. 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 Этот звон мне никогда не наскучит. Мне придется потратить пару дней, чтобы найти еще работников. Как выдастся момент, заглядывай посмотреть, как у нас идут дела. Ух ты, впечатляет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что? Нет! Еще откуда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Доброго дня тебе! Все ли в порядке? Ходишь и ты... Так, так... Из тебя вышел куда более ценный союзник, чем я предполагал. У меня есть для тебя посох. Но еще я хотел бы сделать тебя членом моей семьи. Членом Дома Теллмани. Не надо меня благодарить. Я понимаю, благодарность переполняет тебя. Сейчас немногое, но через несколько десятилетий, когда я вернусь на Варденфелл, в Моровинде тебя будут причислять к аристократии. А пока что мы здесь будем держать для тебя кровать и сундук. Поставим на этом точку. О, иди. О! Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А что если просто избегать воды? Нет, нет, это не пойдет Нельзя запрещать тебе мыться Пепельные земли имеют свой едкий запах Эээ, очевидно, что тебе пришлось там побывать Ладно, я все удалю Вот, возьми несколько монет Компенсации за неудобства Думаю, я сумею откопать для тебя парочку посохов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последний корень и посади его в завядшую стену дома У меня найдется пара зелий, если они тебя интересуют Иногда быть учеником Мастера Нела Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok